А для следующей оценки, следующей речи от Кристины Шаракина, я приглашаю на эту сцену моего хорошего знакомого, замечательного человека, которому дьявол ей что сказать относительно твоей... Аплодисменты. Добрый вечер, уважаемая аудитория. Добрый вечер, опытный таз-мастер, спортсменка, настоящая испанская красавица. Ну о ком же идет речь? Конечно, о нашей Кристине Шаракине. Сегодня из-за чахарды с адресами она в буквальном смысле слова поняла, что такое поговорка с корабля на балку. И мне был очень интересен этот опыт. Мы с тобой встретили за пять минут твое выступление, мы даже провели некую духовную и дыхательную практику перед тем, как ты вошла в эту дверь. И что я хочу отметить, она полностью, Кристина, в балансе с своим внутренним миром. Она пришла и уверена, и красиво, как будто ничего не произошло. Была здесь и ждала два часа, презентовала свою речь. Также стоит отметить, и мне всегда нравится ее звонкий, правильный, грамотный речь. Не так, как я иногда говорю, но у Кристины это на высоком уровне. Виден комплекс таз-мастер. И еще отдельным пунктом у меня идет ее изящество перед движением на сцене. Ну, видимо, тут сказываются ее хобби или, не знаю, там, вторая профессия, танцы. И это действительно очень гармонично и, может быть, даже в какой-то степени захватывающе. Ну, у Кристины сегодня нам необходимо найти определенные моменты, которые нужно улучшить. И, на мой взгляд, в ее выступлении присутствовала некая эклектичность. Она начала бодро про-испанский, а закончила очень сухо и жестко, я бы даже сказала, про бизнес. Может быть, кому-то нравится такой контрастный душ, но, на мой взгляд, мне бы хотелось какого-то одной направленности посыла в аудиторию. И, Кристина, а следующий мой пункт тоже, я бы хотел у тебя уточнить. А кто твоя сегодня аудитория была? Как ты себе представляла перед кем? Кто у меня сегодня аудитория? Да. Ну, у меня, на самом деле, четкий прям портрет прописан. Одним словом, кто сегодня в аудитории был? Мы кто? А, вы кто? Три, два, один. Мы я не знаю, Кристина, кто сегодня в аудитории. И именно это я и заметил. О, Грация, Кристина, я уже больше по-испански сказал, что это ты. А речь у нас называется «Испанский с Кристиной». Так случилось, что полгода назад ты так же говорила, в принципе, эту речь сегодня была обновленной. Лучший вариант. И ни там, ни здесь, ну, в общем, я на «Испанском» говорю больше, но при этом я его не знаю. А Кристина в нем гуру. Поэтому мое внутреннее ощущение, что ты чуть-чуть не сориентировалась, в каком плане у тебя люди, которые должны купить какой-то твой продукт, потому что в конце это больше было похоже на действительно промышленную составляющую, где необходимо подписать контракт. Либо ты хочешь до нас, до всех донести, что испанский – это здорово, и если мы придем к тебе на твою страничку, и мы посмотрим твой личный бренд, то мы полюбим испанский, как ты, и мы придем к тебе на занятия для того, чтобы, подбитываясь твоей прекрасной энергетикой, общаться на испанском. И перерывы, очевидно, да? Все, это просто. Спасибо. Владимир, он всегда есть что сказать, он всегда выкладывается в свой тайминг, но я хочу подчеркнуть Вова, это очень здорово, что ты не побоялся сказать, что не так с речью Кристине, потому что сказать, что она была хорошей, каждый может, а вот сказать, что не понравилось, уже будет сложновато.